7 февраля, 1,6, очень эмоциональный ребенок. Здравствуйте, Юлия, здравствуйте, Алина, мне кажется, да? Ну да, судя по адресу письма Алина. Сыну год и шесть, родился ровно в предполагаемый день родов. Роды, естественно, длились семь часов с проколом пузыря, без анестезии, без осложнений, и во время беременности ничем не болело. Поставили 7-8, а поставили 7-8 почему-то. Ладно, мотивировав это тем, что ребенок экошный, ага, понятно, получил с первой попытки без крио, эмбрион имел самый высший балл качества, в роддоме была небольшая желтуха, быстро прошла, с рождения на искусственное ускарбливание, в месяц у него обнаружили привычный наклон головы, появилась вмятина с правой стороны черепа, делали два курса массажа в 3 и в 7. Году все прошло, в 4 месяца перевернулся на живот, в 7 месяцев сел, в 8 встал у опоры и начал ползать, в 1,1 пошел. Так, с 10 месяцев началось активное звукоподражание. Каждый месяц все больше звуков и слогов, но в год и 3 резко перестал. Как раз тогда я начала включать ему мультики, была безвыходная ситуация, связанная с моим здоровьем, и в то же время он заболел ветрянкой. Как вернуть речь? Мультики сейчас стараюсь крайне редко включать, только когда совсем нет сил. Сын требует моего активного внимания без передыха, самостоятельно не играет, любит играть в догонялки, читать книжки, постоянно мычит и указывает пальцем на предметы, чтобы я их называла. Называем, не отказываемся. Знает геометрические фигуры, собирает пазлы половинки, любит копаться в шкафах, таскать кастрюли, перекладывать вещи, открывать-закрывать колпачки от разных предметов, очень любознательный и активный. Очень любит животных, обожает кормить игрушку зайца и кошки. Постоянно их целует и обнимает, гладит. А что такое? Что происходит? И гладит. Так, эмпатия есть. На улице готов ходить за каждой собакой, но меня он не любит целовать, зато очень часто бьет, когда я ему что-то не разрешаю, например, лезть на окно или стол. Так, когда беру в руки телефон, или он голодный, а я в это время только готовлю ему еду. Стараюсь отвлекать его, говорить, что выбил лучше подушку, или топал ногами, если злиться. Пробовала игнорировать. Ой, не вышло. Постоянно кричит, если что-то не по его, если я не понимаю, что он хочет. Очень эмоционально и бурно на все реагирует. Если удивляется, то это громкий удивленный крик на всю улицу. Если злиться, крик на уровне сейчас лопнут стекла. С папой и бабушкой ведет себя прекрасно, без скрипков и агрессии. Когда папа дома, сын все равно за мной ходит хвостом, папу совсем не трогает. Со своими ровесниками не очень идет на контакт, боится других детей. Играет только с двоюродной сестрой, которая почти 4 года. Сам ложка не ест, психует, если я прошу его попробовать, есть самостоятельно, все время требует развлечений за столом. То банку какую-то, то фантик, все, что видит на кухне. Ест очень хорошо, больше папы. Хотя без грамма лишнего веса. Сладкое вообще ему не даю. Сосет соску, особенно спать без нее не может. И продолжайте, не отнимайте пока. На ночь еще пьет смесь, никак не может, не можем отучить. Очень любит эмоциональные игры, в ку-ку, коза, там, бодатую, козу бодатую. Просто дурачится, кривляется или смеется, часто сам что-то выдумывает. Ночью спит хорошо. У нас отдельный сон с рождения. Но вот уложить спать его тяжело. Засыпает час-полтора. Местится в кровать, бьет ногами все вокруг, шатает кровать. Боится звуков, пылесоса и блендера. От пылесоса просто убегает в другую комнату. От блендера жутко заходит с плачем, и его все трясет. Нормально ли это? Переживаю за его нервную систему. Ну да, нервная система, что-то здесь получила это. Возможно, что ветрянка снесла меленизацию, и сейчас нервная система не может дозреть. Я бы на вашем месте сдала бы все микроэлементы. Сорок их там, по-моему, вот под видео. Под каждым видео есть клиника скального, где можно сдать волосы. Если вы рядом находитесь, приехали, вам отрезали. Если вы где-то далеко, там у них на сайте написано правило, как нужно срезать, во что завернуть и как отослать. Я бы микроэлементы посмотрела, потому что такие вирусные заболевания, как ветрянки, краснухи, скарлатина, да и всякое прочее, даже другие с антибиотиками, если вы в больнице полежали, сносят микроэлементы и, соответственно, страдают меленизации. А от меленизации очень зависит развитие и спокойность нервной системы. Я бы вот сдала бы. Еще раз проблемы были с шеей, раз вы лежали на боку, у вас была вмятина. Тоже бы еще и шею посмотреть. У невролога были год, были в год. Все хорошо сказали. По всем анализам и врачам у него все нормально. Может ли это быть наследственность? Я тоже очень эмоциональна. Да, может. У меня невроз, а обсессивно-компульсинное расстройство. Да, тоже очень бурно реагирую на все. Да, это может предаться. Иногда могу повысить голос на сына, но никогда не бью. Возможно, он копирует мое поведение. Да, это тоже. Как быть с его агрессией и криками? Из-за своей болезни тяжело переношу такое поведение и срываюсь на него. Вам тоже бы хорошо сдать бы это дело. Потом плачу, прошу прощения. Заранее спасибо за все, что вы делаете. Вы свое обсессивно-компульсинное расстройство и невроз компенсируете медикаментами у психиатра, потому что это диагноз, не психотерапевт. Но если боитесь к психиатру, значит к психотерапевту хотя бы. Если психотерапевт скажет, что это не моя компетенция, он, наверное, так скажет. Да, к психиатру не нужно этого бояться. Пьем нужные назначенные лекарства, чтобы не бесить, скажем так, сына, чтобы не усугубить ситуацию у своего ребенка. Да, пьем. Вот. А сыну и себе, кстати, сдайте, пожалуйста, волосы на микроэлементы. Возможно, что страдает нервная система из-за отсутствия тех или иных микроэлементов. Эта фамилинизация у вас бедная, отсюда нервная система страдает. Шеи тоже всем бы посмотреть. Вот, наверное, так. Конечно, таким ребенком спокойнее. Больше на руках. Он вас не целует. Вы его целуете. Обнимаете. Такому ребенку нужно дать максимум. Максимум спокойствия, любви, обнимашек, терпения. Иначе он так и будет зреть в нервной какой-то ситуации. Может быть, кровать к себе поближе подвинут к своей. Вы легли его рядом, чтобы укладывание на ночь как можно было бы короче. Но, в общем, нужно создать максимум спокойную ситуацию вокруг этого ребенка, чтобы он дозрел. Нервная система у него не была такой тревожной. Иначе вылиться вот ваши диагнозы. Обоим вам сочувствуют. Давайте и себя подлечите, и ребенком займитесь. 7 февраля Алина, ГОТЭС-6. Эмоциональный ребенок ответили.